МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В лечениях подпольная правда. Как известно из нациклопедии, интеллект – опасное инфекционное заболевание, поражающее мозг через разломы в черепе и естественные отверстия вроде ноздрей глаз. Главным источником заразы являются книжки без картинок и учебники. А главным средством профилактики заражения, конечно, подпольная правда и наркотические компьютерные игры для офисных сидельцев. Если вы решили податься в офисные служащие, не пропустите подборку самых забористых игр, которые в два счета понизят ваш IQ до заветных минус 40 пунктов, необходимых при приеме на офисную работу. На пятом месте, разумеется, пассианска сынка и операционная система Windows, более известная в народе под названием «Маздай». Игры вышли одновременно и с 12 лет успели выдержать более 30 переизданий. Сойдется или не сойдется, этот шекспировский вопрос задавали себе все многолетние бухгалтерши, впервые одним кликом мыши перетасовав виртуальную колоду. Сглючит или не сглючит, терзались бездетные системные администраторы, впервые запуская дистрибутив с виндой. За 12 лет у поклонников этих игрушек IQ снизился уже до абсолютного нуля. Но за такой промежуток времени того же самого эффекта можно было достичь даже с помощью большой советской энциклопедии. Так что в наш хит-парад «Мазда» и «Косынка» попадают исключительно из-за признания прошлых ветеранских заслуг. На четвертом месте – пазл-квест, потомок знаменитых «Лайнс» и не менее знаменитых «Варлордс». Геймеру, как и в линеечках, предлагается собирать по три шарика в одну линию и, как в «Дьявола», развивать героя, пока тот не станет похож на елочную игрушку. С таким набором можно было бы замахнуться и на первое место, если бы не одно «но». В игре есть сюжет и, как следствие, смысл, который является одним из опаснейших разносчиков интеллекта. Поэтому, несмотря на быстрое привыкание, вынос мозга наступает не ранее, чем через неделю после начала игры. И это никуда не годится. В серединке затесался «Jet and Guns Gold Edition» – взрывное спасение галактики слева направо. В игре тоже есть сюжет, но, как и в порнографии, он тут не отвлекает от сути, поскольку представлен не в виде букв, а в виде комиксов во весь экран. А суть такова, что на один квадратный сантиметр экрана приходится около 20 взрывов за 10 секунд. К сожалению, никакие ошмётки космических кораблей не заменят истинному офисному «Жидаю» кровищу, скальпы и органы малого таза, оторванные от малого таза. ДАКЮ нашему эксперту удалось понизить только до минус 25 пунктов. В общем, только третье место. На один шаг от победителя отстал рикошет-экстрим. Славный потомок арканоидов выгодно отличается от бесчисленных родственников с ног сшибательной внешностью и дарит всем любителям покатать шары незабываемую радость, особенно когда этих шаров на экране имеются штук 15. Искомый минус 40 пунктов он обеспечивает буквально за 10 минут игры. Но в правильном арканоиде, как известно, при прохождении уровня должны показать тёлку сиськами, иначе истинные джедаи начинают думать, нафига они, собственно, играли. А там уж и до интеллекта недалеко. Увы, но рикошет-экстрим – неправильный арканоид. Так что весьма почётное, но лишь второе место. На первом месте игра всех времён и народов «Силхантер». История про двух чукчей, истребляющих всю антарктическую живность от белых медведов до инфузорий туфелек и пополняющих красную книгу со скоростью печатного станка во времена Великой Депрессии, даже самого заумного офисного сидельца мигом превратит в инфузорию туфельку. Даже при минимальном уровне кровищи, этой самой виртуальной кровищи из невинно убиенных пингвинов льётся столько, что если бы её перегнать в реальную, то одного сеанса игры хватило, чтобы до краёв заполнить лунное море ясности, океан, бурь. Да ещё графу Дракуле осталось бы лет на 400. «Силхантер» выносит мозг и понижает IQ до абсолютного нуля за 3,5 секунды. Ровно столько времени проходит от клика по исполняемому файлу до запуска игры. 100% привыкание с первого раза, ничем не замутнённое насилие и режим совместного прохождения для двух игроков на одной клавиатуре делают этот шутер любимой игрой истинных джедаев и воинствующих чукчей. Трепещите, враги и пингвины! Покуда вы скачиваете дистрибутив «Силхантер», напоминаю наш адрес солнечная система, правда, как всегда, собака.gamesdefestiv.ru до востребования. Если вы посмотрите «Подпольную правду» в следующий четверг, то, во-первых, повысите ей рейтинг, а во-вторых, узнаете, чем отличается игрализация кино от экранизации игры и познакомитесь с самыми худшими игрокинопроектами за всю историю галактики. До следующего четверга! ПОДПИШИСЬ!